В прошлом году прокуратура Крыма и Совет Министров Республики фактически взяли на себя функцию контроллера в сфере ценообразования. Установленные факты завышения поражают. Самые большие наценки отмечены в магазинах Симферополя до 150%. Также значительно были превышены надбавки в Судаке и Алуште, где их размер достигал 80 и 60% соответственно. Прокуратурой в прошлом году было внесено более 500 документов реагирования. Виновные привлечены к административной ответственности. Однако, как отметила Наталья Поклонская, и сегодня прошлогодняя тенденция сохраняется. Предприниматели и представители крупных торговых сетей продолжают необоснованно завышать цены на социально значимые продукты питания. Хлеб, гречка, капуста, крупы, мука, говядина, овощи и так далее. С декабря прошлого года на продукты первой необходимости зафиксированы повышения от 30 до 90%. Хоть в некоторых случаях надбавки и имеют место быть по вполне логическим фактам. Это вопросы логистики, вопросы нашей паромной переправы, потому что от нее действительно зависит стабильность и объем завозимой в Республику Крым продуктов питания. Безусловно, это связано с окончанием переходного периода и с тем, что та часть продукции, которая завозилась с территории Украины и которая, скажем так, по цене действительно дешевле, чем на территории Российской Федерации, сейчас перевозчики сталкиваются с сложностями. Мероприятия по расширению грузопотока на паромной переправе сейчас проводятся. Ее проходимость технически увеличат. Также в планах поспособствовать на снижение цены самой перевозки. Но логистическая проблема – оправдание лишь для продуктов из материка. На ситуации спекулируют, как оказалось, и местные производители. Несмотря на то, что в конце 2014 года Совмин и прокуратура Крыма пошли на уступки предпринимателям, для них санкции были лояльны, теперь желание наживиться с рук не пройдет. В ходе проверок, которые начались в понедельник, а пока только предупредили таких спекулянтов, далее наказание будет серьезнее. К уголовным кодексам Российской Федерации, а именно статьей 178, предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 5 лет. Административным кодексом, административная ответственность предусмотрена для должностных лиц штраф до 50 тысяч рублей, либо дисквалификация. Для юридических лиц до 0,03 размера незаконно полученной выручки от реализации товара в работу услуг. Всего в адрес субъектов хозяйствования внесено свыше 450 представлений, объявлено 29 предостережений о недопустимости нарушений закона. По постановлениям прокуроров, 6 лиц привлечено к административной ответственности. Юлия Попович, Служба новостей и ТВ.